Аукус, альянс новый. Новый настолько, что его члены пока не успели выучить, кто есть кто в этой триаде. Как зовут человека в телевизоре слева, президент США знал. Спасибо, Борис. А вот имя политика на правом экране как-то подзабылось. И я хочу поблагодарить того парня внизу. Большое спасибо, приятель. Помнит ли Джозеф Байден, как себя зовут, осталось загадкой. Но зачем организован телемост рассказал, точнее, прочитал по суфлёру. Сегодня мы делаем ещё один исторический шаг к укреплению сотрудничества между тремя нашими странами, чтобы каждый из нас имел самые современные возможности, необходимые нам для защиты от быстро меняющихся угроз. Аукус объединит наших моряков, учёных и промышленность для сохранения и расширения наших передовых военных возможностей. Альянс предполагает обмен разведданными, сотрудничество в кибербезопасности. Но это так, бонусы. Главное, что получает Австралия, а скорее даже Вашингтон и Лондон, это субмарины в Индотихоокеанском регионе. Восемь атомных подводных лодок построят в Аделаиде. Сейчас Австралия располагает дизель электрическими подводными лодками. Они с лёгкостью обнаруживаются крупными державами, которые инвестируют в такой тип контроля и развивают его. О каких крупных державах речь, никто не говорит. Никаких упоминаний конкретных стран в совместном заявлении лидеров нет. Но против кого дружат, все прекрасно понимают. Это для сдерживания Китая, спрашивают уходящего Байдена журналисты. Мы должны назвать первую подводную лодку «Си Цзиньпинь», потому что ни один человек не несёт большей ответственности за то, что Австралия пошла по этому пути, чем нынешний лидер Китая. Все провокации исходят от КНР. Китай привык к претензиям соседей, которые недовольны активностью КНР в Южно-Китайском море. Но на создание военного альянса, очевидно направленного против него, Пекин не мог не отреагировать. Действия США и Великобритании ещё раз доказывают, что они используют экспорт ядерных технологий как инструмент для геополитических игр и применяют двойные стандарты. Это крайне безответственный поступок. Британский премьер разъяснил, что ядерными у подводных лодок будут только реакторы. Оснащать их ядерным оружием пока не предполагается. Инициатива о создании очередного военного альянса традиционно исходит от Белого дома и планы, как всегда, далеко идущие. Газеты предполагают, что строя подводные лодки в Австралии, Вашингтон делает это не только с оглядкой на Пекин, но и смотрит в сторону Антарктиды. У альянса «Аукус» появится возможность блокировать подходы к континенту, как только у Австралии будет ядерный флот. Ударив по рукам, каждый из членов триады сильно испортил отношения со своим союзником – Францией. Французские судостроительные компании должны были поставить Австралии 12 субмарин. Парижу в «Аукусе» места не нашлось, и сейчас многомиллиардный контракт приходится разрывать. Денис Дорога